Здравствуйте! Здравствуйте! Заслуженная артистка России, участница Евровидения, член общественной палаты, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства. Диана Гурцкая посетила Петрозаводск впервые. Стоит ли говорить о том, что воспитанники 23-й школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей ждали этой встречи с нетерпением. Для них Диана стала настоящим образцом для подражания. Иди, иди, давай, 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 вот так обнимаемся. Ой, такой цветучек у тебя тоже на голове, красиво. Такие встречи артистка проводит по всей России, чтобы поддержать своих юных собратьев по несчастью и помочь им поверить в себя. По ее глубокому убеждению, проблемы со зрением и даже полное его отсутствие. Это не повод считать себя неполноценным человеком. Меня всю жизнь готовили к тому, что я ничем не отличаюсь от других детей. Я такая же, как и все. Ничего легко, до сих пор у меня не бывает. Шажочками, да, шажочками. Где-то сложно, где-то барьер. Но я не отношусь к этому так, чтобы вот это потому, что я не вижу, потому что на мне черные очки. А я отношусь по-другому. Это потому, что у каждого человека в жизни какие-то нелегкие ситуации бывают, и я тоже не исключение. Как рассказала артистка, светом во тьме для нее стала музыка. И очень обрадовалась, что большинство воспитанников школы-интерната занимаются музыкой, поют, играют на различных инструментах. Ребята даже приготовили для Дианы целую концертную программу. Особое впечатление на артистку произвела незрячая ученица девятого класса Настя Луттиева, которая профессионально занимается фортепиано и эстрадным вокалом, участвует в региональных конкурсах и даже много выступает. В итоге Диана Гурцкая предложила петрозаводской школьнице принять участие в международном музыкальном фестивале для незрячих и слабовидящих детей «Белая трость» и заявить о себе на всю Россию. А также по-дружески посоветовала не унывать и работать над собой, несмотря ни на что. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НЕКО+.